Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт, у микрофона Юрий Рашкин, и я очень рад, потому что ко мне присоединяется из Торонто, из Канады, Евгений Бычков. Женя, добро пожаловать обратно. Привет, Юр, привет все, привет, мир. У нас, слушай, у тебя на заднем плане такой big brothers watching us. Реально, такой серьезный. О чем мы сегодня будем говорить? Ну, давай попробуем, почему нет, собственно говоря. Как говорил кто-то из наших любимых ведущих, это наш старый клиент. Окей, давай, поехали, Юр. Хорошо, давай посмотрим и потом прокомментируем. Это идет на повышенной скорости, дамы и господа, так что не нервничайте, не подстраивайтесь и не думайте, что ведущий тут пью слишком много кофе. Поехали. Известная фотография, всем хорошо известная фотография. Победители ГКЧП. 19 августа 1991 года. Танк напротив Белого дома. На танке находится Борис Николаевич Ельцин. Рядом с ним кто? Александр Коржаков. Ну, охрана, его охрана. Это охрана. Это майора, это охрана. Андрей Николаевич, охрана, я их всех знаю, это охрана. Майора 1991 года, это люди охраны. Я могу продолжить? Ну, естественно, я тоже, мы с вами разговариваем, да, это не монолог, извините. Да, еще раз. Я буду продолжать, когда вы закончите. Хорошо, хорошо. Вы посмотрите мне продолжить, я продолжу. Значит, вот господин Золотов, господин Коржаков, еще четыре человека. Поскольку я был в 1991 году в Белом доме, Борис Николаевич был окружен охраной, лейтенантами, да, которые пришли на самом деле, действительно, из КГБ. А кто у нас охранял президента? Он президент РСФСР, его охраняло КГБ, да, абсолютно точно. Кто-то из них вырос, а несколько человек, которые там есть, они ушли потом в бизнес, кто-то умер. И говорить о том, что те люди, которые его охраняли, они пришли к власти, мне кажется, совершенно несправедливо. Я закончил, Андрей Николаевич. Алексеевич, у вас хорошо получилась бы ваша собственная персональная передача. А это моя передача, Тузы. Именно передача, в которой вы сказали бы вашу точку зрения. Но поскольку вы пригласили меня, то позвольте мне, если вас это интересует, высказать мою точку зрения. Так вы сказываете? Но вы мне не даете, вы меня перебиваете. Андрей Николаевич, со мной такой номер не пройдет. Или вы будете говорить, или мы с вами прощаемся. Если вы хотите распрощаться, вы... Я вам говорю, говорите. Вы не говорите. Вы меня прервали несколько раз. Конечно, потому что я с вами разговариваю. Это не монолог и не ваш YouTube-канал. Это радиостанция «Эхо Москвы», где, когда гость говорит ерунду, как мне кажется, я для слушателей говорю об этом. Но гость может продолжать говорить. Алексеевич, вы можете продолжать говорить все, что вы хотите. И вы тоже. Пожалуйста, я слушаю внимательно вас. Я сказал, я закончил. Дальше вы. Если вы будете меня перебивать, то у нас действительно разговор не получится. Я буду перебивать, как любого гостя. Это правило на «Эхо Москвы», здесь не первый раз. Извините, Алексеевич, у нас тогда не получится. Вот не ваше право. Безусловно. Поэтому я вас предупреждаю, что если такое будет продолжаться, то наш разговор закончится. Такое будет продолжаться с любым гостем, который приходит на «Эхо Москвы». Это правило «Эхо Москвы». Вы должны сейчас сразу же прекратить разговор. Это ваше дело. Я вам дал слово. Вы меня перебивайте. Я еще раз обращаю внимание. Если вы еще раз будете меня перебивать, на этом наш разговор закончится. Хорошо. Я это услышал. Значит, если я сочту нужным, я вас перебью. И даем закончиться наш разговор. И вы закончите разговор. Это ваше право. Я не могу вас заставить говорить и быть в эфире «Эхо». Как и любого гостя. Никакого исключения здесь для гостей не будет. Для президентов, для любых гостей. Это радио, где задают вопросы, и где слушатели не требуют того, чтобы мы были подставками для микрофона. Мы не подставки для микрофона. Не знаю, как вы привыкли с другими журналистами, но здесь так. Если вы хотите продолжать, продолжайте. Мне кажется, у вас хорошо получается. У меня 31 год на этом радио получается. Поэтому продолжайте, если хотите. Я вас, мы уже сказали, если вы будете прерывать меня, на этом наш разговор закончится. Я это услышал, это услышали радиослушатели. Продолжайте, если я сочту необходимым, задать вам вопрос, уточнить, возразить, я это сделал. Тогда не имеет смысла продолжать, если вы будете это делать. Тогда не имеет смысла это продолжать. Тогда не имело смысла приглашать меня в ваш эфир, и тогда не имело смысла приглашать меня во второй раз в эфир. Если вы хотите высказать свою точку зрения, у вас есть эта возможность, у вас есть свои передачи, вы неоднократно выступаете со своей точкой зрения. Пожалуйста, вы это можете делать. Если вы хотите сделать это во время этой передачи, можете делать прямо сейчас. Я уже сказал, я дал вам слово, Андрей Николаевич, если вы не хотите выступать, так и скажите. Я еще раз скажу, что если будет еще раз прерывание моего выступления, моих слов. На этом наша передача закончится. Хорошо, я услышал, но здесь у нас не 26-го съезда ПСС, а вы не Леонид Ильич Брежнев, который может только говорить речь, а все остальные аплодируют. Поэтому говорите о том, что вы считаете нужно. У нас интервью. Да, интервью. Если вы не хотите разговаривать, а делать соло, это у вас, получается, 26-го съезда ПСС с руководителем, который имеет право и берет на себя такое право прерывать гостя, который приглашен в эфир. Безусловно, это позиция Эхо Москвы. Здесь гости не говорят в микрофон бесконечно и не произносят монологи. Я думаю, что вы это хорошо знаете. Вы были часто гостем нашим. Часто нашим гостем в любой должности. Вы не будете навязывать нам информационную политику и редакционную политику. Если вы хотите говорить, говорите. Если вы не хотите говорить, не говорите. Алексей Алексеевич, я вижу, что вы продолжаете перебивать меня, поэтому я вынужден поблагодарить вас за приглашение меня в вашу сольную передачу, в которую вы высказали свою точку зрения. Спасибо вам большое. Было очень приятно вас послушать. Но на этом наш разговор заканчивается. Всего вам доброго. До свидания, Андрей Николаевич. Это ваше решение. Спасибо большое. Как ты считаешь? Я бы тебя хотел увидеть, Юра. Я не вижу тебя. Я вижу Бенедиктова, который показывает на меня пальцем вот так вот. Слушай-ка, у меня здесь сразу... Я с большим удовольствием посмотрел впервые. До этого я просто читал расшифровку, и я послушал потом по скриптам самого Бенедиктова. Значит, у меня сразу два аналогии. Во-первых, это когда Шура Балаганов и Паниковский сидят усталые на полу в гостинице и тычут друг друга. А ты кто такой? А ты кто такой? Это первое моя была реакция. А вторая моя реакция была, вот интересно, если слон залезет на китах, кто кого сборит? Ну, в общем, понятно, да? Ты знаешь, я посмотрел на это, у меня появилось несколько... Я не знаю, я абсолютно тут встал на сторону Бенедиктова. Я почувствовал, что он... Я как бы... Мои симпатии были абсолютно с ним. Потому что мне кажется, то, что говорил Иларионов, было патентной неправдой, запатентованной неправдой, так сказать. И это очень интересно. Это меня просто вот так развлекло, потому что, понимаешь, когда люди рассказывают о том, что происходит на Марсе и выдают массу информации, то то, что они там делают какие-то неправильные выводы, ну, кто его знает, этот Марс? И когда вот Иларионов рассуждает о Соединенных Штатах, и человек думает, да, какие там, ну, что он знает, кто мы так, чтобы рассуждать? Ну, он что-то знает уже хорошо, у него есть право мнения. Но когда он начинает рассуждать о событиях, где вы присутствовали, и в данном случае Венедиктов там был, и он знает, что это такое, и ему пытаются продать факт, тот, что вокруг этого человека Ельцина стояла охрана, состоявшая из членов КГБ, что это означает, что это было начало контрреволюции против революции Горбачева, и вы понимаете, что несмотря на то, что он говорит много-много фактов и много-много информации, выводы абсолютно странные, и натяжки тут очень странные, и все это звучит абсолютно, в конце концов, неправдоподобно. Юр, я, во-первых, я с тобой согласен полностью, во-вторых, я согласен абсолютно с Венедиктовым, не потому, что я полностью его одобряю, но потому, что это вот как в том знаменитом армейском меме, начальник всегда прав, когда начальник не прав, смотри пункт первый, это точно, абсолютно, он ведущий своей программы, если вам не нравится смотреть эту программу, не смотрите, если вам не нравится, как он ведет, не приходите, но если уже вы пришли на его программу, то ну тогда, как бы, вы должны понимать, куда вы пришли, это с точки зрения, вот здесь даже не солидарность коллегиальная, какая-то корпоративная, нет, абсолютно, это, ну это логика, очень многим Венедиктов не нравится, очень многим не нравится эхо Москвы, но так вы можете не смотреть, не слушать и не принимать в нем участие, но коль скоро уже здесь пошла такая пьянка, что называется, ну там свои правила, естественно, мне кажется, что они гораздо больше времени потратили на то, что нет, вы говорите, нет, вы меня прерывайте, нет, вы говорите, нет, вы меня прерывайте. Да, но там же была определенная логика, потому что... Да, была логика. Он говорил, что да, я буду вас прерывать, продолжайте, а в ответ было просто, если вы будете... Это опять вот такая пластинка. А я тебе скажу, Юр, прости, я тебя сейчас перебью, ты у нас как Венедиктов, значит, я сегодня совершенно случайно наткнулся, ты знаешь, на что, на интервью Андрея Николаевича Иларионова украинскому каналу 24, вот, ты об этом, наверное, не знаешь, но там же произошла абсолютно такая же история. А я слышал, что он ушел, я посмотрел этот момент. Конечно, так же он отучился. Он стал уходить, это его трюк теперь, он уходит. Ну, там не совсем, там, понимаешь, я не вдаюсь в детали того, что говорит Иларионов, кто я и кто Иларионов, будем так говорить, да, но дело в том, что он там был... Ну, ты прав, ты прав, продолжай. Он там был пойман просто с неточными конкретно данными, и эти неточные данные касались непосредственно твоего любимого президента Джосефа Байдена, которого Иларионов называет принципиальным врагом Украины, который вообще прекратил всю военную помощь, прекратил поддержку, все, на что ему ведущий начал просто цитаты, а вот то, что Байден сказал, а вот эти цифры, а вот это... Иларионов сказал то, что вы меня будете перебивать, но перебивайтесь тогда, оставайтесь все, пока я ушел. И ушел. Понимаешь? То есть, там была такая же точно ситуация, то есть... Ты знаешь, мы им советовали в прошлый раз начать собственный канал. Ну, в общем, да. И мне кажется, он к этому движется, потому что если ему не нравится, что с ним его перебивают, что с ним спорят, что с ним не соглашаются... Ну, он тяжелый человек, непростой человек, умный, согласись, эрудированный, согласись, но когда он начинает бить в какую-то одну свою точку, которая вызывает вопросы, ну, она, мягко говоря, вот эта точка зрения вызывает вопросы. Я не говорю, что он не прав. Очень может быть, что он и прав, но это вызывает вопросы. Ну, так для этого же обмен мнениями в Ютьюбе, я не знаю, в интернете, ну, давайте поспорим, ну, давайте, по крайней мере, обменяемся мнениями. Нет. Здесь все, категорически нет. Вы со мной спорите, идите нафиг. Все, я ушел и ушел. Понимаешь? Вот эта позиция, вообще, честно говоря, я не знаю. Я не вижу, что это позиция сильного человека, если честно говоря. Ну, окей, хорошо. Я... Опять же, это тяжеловес политический с огромным багажом. Знаете, я вот хочу понять такую вещь, как раз. С огромной фан-базой, что немаловажно. У него огромная армия просто поклонников. Это да. Но я пытаюсь понять, вот ты это сказал опять политически, и Венедиктов сказал, что он политик. У меня было ощущение, что он позиционирует себя как ученый. Или он, или он на самом деле политик. У него, конечно, кто его знает, но как ты его? Ты вижу, как политика? Нет, я не вижу его как политика нисколечко. Как и Венедиктова я не вижу, как политика нисколечко абсолютно. Я вижу, что это образованный, эрудированный человек, который заточен на одной конкретной точке зрения, который не приемлет, когда эту точку зрения с ним начинает на равных пытаться обсуждать, и сваливает просто с дискуссией. Ну, у него такая манера. При этом я говорю, еще раз говорю, это не значит, что он не прав в моих глазах. Но я бы хотел вот здесь немножко тщительнее копнуть. Не получается, он не дает. Понимаешь? Ну, просто так интересно видеть, когда это разваливается, потому что ситуация наглядная для всех. Смотри, Юр, я немножко забегу, немножко чуть-чуть за скобки. Я посмотрел сегодня Веллера. А Михаила Иосифовича Веллера, которому у меня свои счеты, личные причем. Знаешь, какие? Как выяснилось, мы были в Сан-Ом, или как называется, вот это Valley on the Moon, пацан Франциско. Это имение Джека Лондона, куда мы ездили с моей семьей, и все там исходили, и все такое прочее. И, в общем, Джек Лондон один из любимых моих писателей. И были, значит, у того камня, где был развеян его прах, и все это душераздирающе было абсолютно поездка. Вот. И какой счет у меня к Веллеру? Он, оказывается, был в этот же день, примерно в эти же часы там, и мы с ним не перехлестнулись. Вот это я ему никогда не прощу. Ну, короче говоря... Ну, это, наверное, к вселенной, как бы. Да, да, да. Что-то в карме не сложилось в нашей общей. Так и не встретились, короче говоря. Я, кстати, вспоминаю, у меня друг работал на Радио России когда-то, и я к нему как-то зашел, и он стоит, и так немножко... Я говорю, а что с тобой такое? Да говорит, Веллер заходил, понтов накидал по всем углам, сейчас пытаемся вычиститься. Но Веллер гениальный чувак, при этом при всем. Он абсолютно потрясающий чувак, он потрясающий оратор. У него... Он интересный очень писатель, на самом деле, хороший, интересный мыслитель, писатель и все, у которого точка зрения, с которым я не согласен. Но вот он как раз выразил, высказался сегодня в своем YouTube-канале по поводу вот этой истории с Эхо-Москвой. И он полностью на стороне Илларионова, потому что он накатывает на Эхо-Москвы по понятным причинам. Я как раз хотел сказать, что Веллер ведь тоже уже не приглашают туда. Но он сам отказался, он вышел и все, собственно говоря. Я к чему это все говорил? А кто с Аккушку бросил? Ну да. Я к чему это все говорю? В мою однофамилицу. Это невероятно. Я просто был возмущен, за что бросаться в Ольгу Бычкову, которая носит такую замечательную фамилию, ты же понимаешь. Любой человек с такой замечательной фамилией Каман. Правда же, да? Но мы нисколько не родственники, не близко даже, чтобы всем было понятно. Нет. Да, так вот, я начал говорить. Он как раз встал на сторону Иллариона, потому что... Илларионова. Потому что он категорически, категорически оппортунист в отношении Эхо-Москвы. Он считает, что это продавшийся, проданный продавшийся канал, который вот так вот лавирует и в общем и вашим и нашим, и полностью все придерживается линии партии и все такое прочее. Я этого не вижу. Но Веллер так считает. Кто я такой, чтобы спорить с Веллером? Знаешь, это какой-то такой интересный вот тоже вариант. Ты знаешь, во-первых, это вот словоплетство такое, когда люди командуют какой-то гигантским количеством информации, они как бы рассказывают, рассказывают. А думаешь, так сказать, ну и к чему это все идет? А это все такое описание, красочное. Или в случае Иларионова это все упаковывается в цифры. А потом, в конце концов, доходит до дела и думаешь, я не обязательно с вами согласен. Так вот. Так вот. Так вот. Ты понимаешь? А когда доходит до обмена мнениями, обмен мнениями прекращается с одной стороны, сразу отрезается просто все. Ну, короче говоря, на другой момент. Да. Я к чему это все говорю, что, я не знаю, ты знаешь или нет, но я очень внимательно слежу за эхом Москвы. Я считаю, что это единственное оставшееся нормальное средство, оставшееся нормальное средство массовой информации. Там очень хорошие люди, я многих из них знаю лично. Очень многие наши зрители, зрители твоего канала со мной категорически не согласны. Ребята, я еще раз подчеркиваю, я не журналист, я не политолог, я музыкантишка и немножко радиоведущий. И просто вот, ну, как бы меня с прошлой точкой зрения, ну, я ее высказываю. Все. Поэтому, ну, у меня такая точка зрения. По крайней мере, благодаря эху мы смотрим Альбат, Спархоменко, Шендерович и все такое прочее. Вот. Да, им приходится за очень многое платить. Да, недавно Венедикто, в общем, сказал, что нас могут закрыть в любую минуту, сказал сам Венедикто. Но это последние 20 лет с какой-то точки зрения. Ну, я бы сказал, в последние полгода это стало просто уже совсем актуальным, к сожалению, после дождя. Вот. Ну, ладно. Хорошо, не об этом речь. Так вот, возвращаясь к нашему... Думаешь, Газпром не объявит иностранным агентом, чтобы закрыть эхо Москвы? Легко. Почему нет? Почему нет? Да. Да. Ну, честно говоря, хотелось как-то еще упомянуть, понимаешь, вторую часть вот этой истории с Венером и вторую часть истории с Иларионовым, тем, что люди эти как-то ведут себя по-хамски, ведут себя по-хамски в отношениях. Понимаешь? И вот это ощущение, может быть, это российское тоже, что если я талант, если я там та-та-та, то теперь, то кто это люди, с которыми я должен здесь, на этой бренной земле общаться? Фанаберия есть, конечно, фанаберия есть. Вот. Я не говорю за Ларионова, а я говорю за Веллера, потому что, как я уже сказал, я просто преклоняюсь перед Веллером как перед писателем, мыслителем, философом. Вот. И это мне кажется, Женя, таким старомодным, потому что мы теперь смотрим на человека как артиста-художника и как личность, которая в быту. И если ты абсолютно провалился в быту, то тебя, как художника, как-то так уже это не так. Юра, я тебя спрошу, как еврей-еврея. Ты слушаешь музыку Вагнера? Ты понимаешь, к чему я говорю? Ты понимаешь, к чему я веду, да? То есть вот эта личность, вот это его все бебехи с ним, сложенные в кучу. А вот это то, что, собственно, он создает. Это разные вещи на самом деле. К счастью, к сожалению, не знаю. Особенно в наше время, когда, ну, все просто так. Вот сейчас вы посмотрели. Ну, это классический был, извините за мой французский срач. Когда все со страшной силой настолько друг с другом уже пере, это самое. Что в России, что в Штатах, что COVID, что Трамп Байден, что Путин Навальный. Я не знаю, это сайт газ такой, это дух времени. Надо через это пройти как-то пережить. Я стараюсь относиться к этому очень спокойно, потому что, потому что я хотел бы сейчас перейти на другую тему, с твоего позволения. Ну, или у тебя есть еще что сказать по Иллариу? Нет, ты знаешь, мы как-то там осветили все главные пункты. Ты знаешь, единственное, что я хочу добавить, потому что, конечно, ты все правильно сказал в том смысле, что с одной стороны слушаешь эхо и понимаешь. И вот это вот мы все это понимаем, потому что есть зрители, которые говорят, как вы вообще общаетесь с эхом и так далее. И да, и то, что происходит в России и так далее. Но если вы имеете доступ к моей информации, которую мне дает YouTube, который говорит о том, кто, какие другие каналы смотрят зрители этого канала, эхо Москвы – это всегда пять лучших каналов, которые смотрят зрители этого канала. Поэтому не будем прикидываться, как бы тут, как сказал Иларионов, это было неплохо, выпускниками детского сада, подготовительной группы, там. Вот это. Так вот, я хотел сменить эту тему, надоело уже, честно говоря. Ну, правда же, да, это важно. А когда мы посмотрим на более, ну, я не знаю, если это более веселая тема, наоборот. Вот, я не знаю, веселая тема. Более серьезная тема. Я наблюдал это, находясь в отпуске в Ванкувере, катался по ванкуверщине и, в общем, старался выбросить из головы вообще все, что можно было выбросить, но я не мог это выбросить, потому что по всем каналам в отеле крутили вот эти самые кадры. Причем я смотрел вполне себе МНБС или как он назывался у вас, и я смотрел CNN, я смотрел Fox, ну, просто переключал канал, я смотрел BBC, и это было, конечно, абсолютно ужасно, просто ужасно. И ты здесь со мной не можешь поспорить. И знаешь, что меня во всей этой ситуации больше всего торкнуло, а, в общем-то, сильно поранило очень. То есть, я понял, как облажался вот в эти дни Байден не по своей вине. Понимаешь? То есть, вот это вот стечение, какое-то невероятно отвратительное стечение обстоятельств, конечно, там была его вина. Его администрация, я имею в виду. Но вы это очень подробно вчера обсуждали в разговоре на троих, поэтому я не хочу повторять. Но вот в этой ситуации у меня первая мысль, и она самая главная для меня осталась. Это какую же бочку какашек он на себя сейчас принимает по делу и по большей части не по делу. Потому что один из моих ближайших друзей просто, он тут же начал говорить о том, что это самый худший президент в истории Америки, и что вот великий Трамп, и бла-бла-бла, и ды-ды-ды. И я понял, что вот в этой конкретной ситуации, если я хочу сохранить нормальные отношения, мне лучше замолчать сейчас. Потому что иначе мы разругаемся и навсегда. Я не хочу, мне этот человек очень дорог. Поэтому, да, ситуация была ужасающая совершенно, действительно. Что к этому привело? Почему получилось так? Это разбор на многие-многие тома и десятилетия, да? Как из этой ситуации сейчас американская администрация выкручивается? Это тоже вопрос на многие тома, но на это не смотрят. А в памяти отлежались вот эти самые кадры. Понимаешь? Что было до, что было после, это уже для анализа. Но вот то, что люди видели, вот это, конечно, абсолютный акстеция. согласен, да? Я согласен на сто процентов. Как из этого выкручиваться? Потому что perception, это вот то, что ты видишь, это, мы можем говорить, но это же не реальность, но это создает реальность. Конечно. Это будет кадры для истории, это будет, как люди будут помнить то, что произошло. Неважно, что произошло на самом деле. Хотя надеюсь, что в конце будут еще помнить, сколько десятков тысяч, уже больше 120 тысяч, наверное, уже больше там сейчас 103. Кто-то знает. Я тебя уверяю, становясь на точку зрения противоположной стороны, будут говорить, а вот сейчас нам террористов завезли в таком количестве. А, ну это завтра как бы. Сегодня мы, сегодня Байден провалился спасти людей, а завтра нам привезли террористов. Он навез, ну вот и все. Ну это точку зрения, с которой даже бессмысленно спорить. Понимаешь? Ну а с ней просто, знаешь, я разговаривал с моим очень близким другом, который активный антиваксон. И когда я ему говорю, что слушай, статистика неважная, у нас вверх пошла эта статистика с коронавирусом, он говорит, ну понятно, 80 процентов привитых, вот выходите и заражаете друг другу. Ну, Юра, ну с этой логикой спорить невозможно просто. Понимаешь? Он на полном серьезе мне это сказал. Я говорю, ну окей, хорошо. Ну ты знаешь, это говорит о том, что эмоции не только бьют логику, а эмоции создают логику. Когда мы можем сразу перейти на тему вакцины, если хочешь, раз ты как бы ковид затронул, но столько всего происходит, столько всего как бы научно хорошего, но люди отказываются верить в науку. И вместо этого они отвергают. Вначале говорят, ну мы не доверяем, потому что это не получило полное разрешение. А потом получила полное разрешение, они все равно не доверяют. Они используют странные лекарства. Это какой-то такой эмоции, которые бьют сердце, которые бьет мозг. Вот каждый просто и придумывает объяснение. Потом мы смотрим на ЗАН и объясняем, что произошло и почему. Но эмоции это все захлестные. Юра, ты знаешь, как ты помнишь, у нас здесь русская радио в Торонто есть, которая не работает в прямом эфире, но мы регулярно делаем аудиоподкасты. Мы там делаем регулярные как бы апдейты по ситуации и все. И я уже давно для себя сделал один единственный вывод. Я перестал вообще дискутировать полностью. Ребята, это ваш выбор. Вы взрослые люди. Вся информация у вас перед глазами. Вы образованы. Вы умеете тыкать пальцем в интернет. Окей, все. Только меня не надо ни в чем убеждать. Я вас ни в чем уже не убеждаю. Я даю статистику. Статистика на сегодняшний день такова, что соотношение вакцинированных и невакцинированных попавших с заражением в госпиталя у нас примерно в Канаде 1 к 15, 1 к 20. Все, делайте выводы. Это ваш выбор. Ну и все. Поэтому я вообще перестал на эти темы дискутировать просто. Как ты знаешь, я привит, ты привит, вся моя семья привита. Но не без последствий были некоторые сайд-эффекты. Вполне переживаемые, скажу я тебе. Я слышал о не очень хороших сайд-эффектах. Но это абсолютно, это ничтожная малость по сравнению с тем риском, который, как я надеюсь, мы по крайней мере снизили в себе. Вот. Ну как бы вот это вот. Я с чего начал говорить? Что логику людей, которые стоят на противоположные точки зрения, будь то Байден-Трамп, будь то ваксеры-антиваксеры, будь то Навальный, к которому мы сейчас перейдем, они не соприкасаются. Они не сопрягаются. Они в разных плоскостях находятся просто. Понимаешь? Между этими двумя точками зрения невозможно найти консенсус. С чем это связано? Я на 90% убежден, что это влияние соцсетей. Вот на 90%, на 80% я убежден, что соцсети это в общем скорее зло. Потому что люди, которые получают возможность открыто высказывать свои какашки, которые не умеют даже написать грамотно свои посты, делают кучу ошибок и при этом они абсолютно как бы вот свою точку отстаивают. Ну что здесь можно поделать? Не читать комменты, но это невозможно. Да? Понимаешь? Поэтому я не знаю. Я думаю, что это болезнь роста, которую мы должны, мы вынуждены просто как-то пережить и как-то с этим что-то сделать для себя или не сделать для себя. Я знаю людей, которые просто отключили у себя все соцсети сразу. И это близкие мои люди и в общем довольно толковые люди. О, я уверен, они стали бы жить на более счастливую, так сказать, спокойную жизнь. Да, 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 да. Потому что основной вот этот вот, как называется, адреналин вырабатывается, когда ты начинаешь читать весь этот срач интернаторский, согласен. А или наоборот, допамин, когда вырабатывается, когда ты видишь, что тебя кто-то лайкнул, так сказать, у всех по-разному. Совершенно верно. Это засасывает. Ты знаешь, вот я просто подумал, мысль такая не пришла в голову, что вот разногласие и консенсус. И нельзя, как можно найти консенсус, когда замешаны эмоции. Если мне нравится эта комната зеленая, а тебе синий, то как мы можем, или желтая, я не знаю, то как мы можем друг друга убедить? Надо находить там, где мы согласны, в других местах. Говорит, ты знаешь, нам, по крайней мере, нравится один и тот же ресторан. Я не знаю, блин, как-то вот в другую сторону уходить. Потому что спорить с людьми, когда замешаны эмоции, это просто трата времени. Юра, я тебе больше этого скажу. Это не спор о цвете стен в твоей комнате. Это спор о том, что тебе нравится зеленый цвет, а ему нравится мороженое. Это, в принципе, разные вещи совершенно. Понимаешь? Поэтому я говорю, эти плоскости не пересекаются никак. Они существуют вот-вот в параллельных каких-то реальностях. Нам надо это перетерпеть, пережить. Это болезнь роста. Она, я не знаю, она может продлиться десятилетиями еще. Ты знаешь, это интересно. Я думаю, что то, что ты говоришь, с одной стороны, да, биологическое, это мы как люди вообще взрослеем и учимся в соцсетях, понимаем, что происходит. А с другой стороны, технология улучшается, потому что то, что сейчас эта технология добилась, это плохо для общества, такой успех. Но с другой стороны, я помню, каким бессмысленным был интернет, пока не появился Google. И вдруг в 99-м году интернет приобрел какой-то смысл, потому что вдруг все организовалось и, может, стало что-то найти. Так что вот такой бум. Поэтому этот момент, мне кажется, может произойти. Но сейчас в соцсети нас как-то мы идем в спиралью. Не обязательно это как-то так очень как-то и лучше, и хуже. Ну, сколько QAnon, вся эта пурга, которая сплыла, конспирологическая, которая, ну, просто не было в таких количествах. А теперь, если вам нравится, так вот еще есть. И вот еще, пожалуйста. Пожалуйста. Это как человеку, которому нравится сахар, одни пирожные, донатсы, потому что он же их ест. Ну, замечательно. Ну, вот с результатами. Перейдем, поговорим. Я просто добавлю, что, во-первых, прогресс всегда идет впереди общественного мнения и общественного настроения. Всегда. В истории так было. Вспомнил Удитов, когда громились танки. Помнишь, да? Когда начали появляться первые ткацкие станки, и рабочие начали их громить, потому что они считали, что это зло. Но это заберет у них работу. Совершенно верно. Когда появились первые автомобили, какое отношение было к первым автомобилям вообще? Недоверие, да? Когда появился интернет, и когда люди раскусили это, и вот сейчас мы это все дело видим, и мы понимаем, что вот эти технологии бегут далеко впереди нас. Далеко впереди нас. Мы еще это не осознали просто. Еще раз говорю, на мой взгляд, требуется просто время и терпение, и спокойствие, и толерантность к противоположному мнению. Но очень трудно сохранять толерантность по отношению к очень близким и дорогим мне людям, которые стоят на противоположных позициях. И я ничего не могу с этим поделать. Я просто ухожу от всех дискуссий. Ну вот россияне с этим знакомы как минимум с Крыма. Ну, мы знакомы с этим как минимум с появлением Трампа. А здесь, в Канаде, мы знакомы с этим как минимум с появлением Тридо. То есть это везде одно и то же. Ты понимаешь? Это нормальная жизнь. То есть мы живем одну жизнь, да? Но вот в этой нашей инкарнации предположим, что сознательно мы живем эту одну всего жизнь, да? Но на протяжении этой нашей жизни сменилось несколько эпох. Так быстро история не развивалась никогда. Мы не успеваем. Наши мозги за этим не успевают просто. Ну, в общем, пора остановиться и понюхать розы просто, что называется. И знаешь, на этой ноте можно всегда порадоваться, что, по крайней мере, мы не находимся в позиции Алексея Навального, который, правда, дает интервью в New York Times. Это не для каждого заключенного такая возможность. Это только для таких самых важных людей. Но, с другой стороны, его будет каждый час. И спать не будет. Уже и будет каждый час. Это уже перестали, значит? Да, его уже перестали быть. Да, он теперь не считается риском к побегу. Не знаю. Вот. Но там, значит, их по-другому теперь мучают. И, в общем, я не думаю, что кто-то хотел бы оказаться на его месте. Что я имею в виду. Интересное интервью, мне показалось, с двух сторон. Потому что, с одной стороны, он как бы для американцев выглядит, ну, и для всех, мне кажется, честно говоря. Ну, мне кажется, для всех. Русские, конечно, все всегда все понимают. Ну, ты понимаешь, что происходит в тюрьме. Все, не надо ничего говорить. Но американцам интересно. И он описывает, что это не как бы не рабочие лагеря, другого типа, как бы, это вот реальность тюрьмы. Мне кажется, это очень интересно. Но это вот первая часть этого разговора. А вторая, он начинает говорить о своих политических шансах. И вот тут я как-то не то чтобы... Тут мне кажется, что американцы просто теряют, они не понимают контекста. Они не понимают, что в России, ну, в принципе, как бы нет выборов. Ну, поэтому говорить о политике, это, конечно, то, что должен делать легитимный политик. Но как это делать в стране, в которой политик – это кукольный театр, это как-то неправильно передает картинку. И там был такой интересный такой момент. Я не был уверен, если это подмена понятий. Но ему сказали, вот вы думаете, вы могли бы выиграть выборы и стать президентом России? Но это, я так думаю себе, в каком раю это происходит. Вот. А он говорит, да, вот посмотрите на то, что происходит с Думой. И сейчас партия Кремля, Единая Россия, вот они в такой печальной ситуации. Я думаю, с одной стороны, да, у Единой России печальная ситуация, которую они полностью заслужили. Никто там, кажется, не хочет называться единороссом. Они там все ходят в этих масках медведя на параде. Видимо, чтобы не увидели, кто там настоящие люди под этой маской. Но, с другой стороны, они не являются партией Путина. Он же, кажется, сам по себе, а не сами по себе. Он же как бы это такая там странная такая ситуация, когда они что-то там в серии собираются и выдвигают его в президенты. Это такая ситуация. Но это не его партия, поэтому он не говорит о его, о путинской популярности, которая, ну, вообще-то, вообще никак не измеряется, поскольку это диктатура. Поэтому вот эта тема мне показалась такой слегка, я не уверен, насколько это говорит. Но, с другой стороны, как можно оценить шансы Навального в России? И это, опять же, мы измеряем, я не знаю, мы судим рыбу по ее возможности лазить на дерево. Это, ну, не получается, не получается. Вот такое было моим людям. Вот я тебя слушал, слушал, и я тебе скажу. Во-первых, ты на каком языке читал это интервью? English. Окей, на English не полностью, ты знаешь, да? Вот на сайте Навального полностью, на русском языке. Значит, ты абсолютно все правильно сказал. Я пробежал глазами это интервью. У меня не было, у меня даже не было интереса к этому интервью, Юрий, я тебе скажу. Я, в принципе, представляя собой, что, представляю, что собой представляет Навальный, извини за тавтологию, я, в общем, понимаю, что он может сказать. Он остается политиком даже в этих ужасных обстоятельствах своей. То есть он говорит то, что должен говорить политик. Я принципиально совершенно не согласен там с одним моментом его пассажа по поводу того, что то, что произошло после Ельцина, вот с появлением Путина и все, что это случайность для России, что этого не должно было быть. Я здесь с ним абсолютно не согласен, потому что это случайность. В России происходит сперва с Иваном Грозным, потом с Петром Первым, потом с Павлом, потом с Николаем Первым, потом с Александром Третьим, потом, соответственно, со Сталиным, потом, соответственно, с Брежневым. Это закономерность, ребята, то, что происходит. Давайте не будем себя... В этом смысле я, кстати, абсолютно сосолидарен с Невзоровым. Он тоже самое обратил. Нет, ну это выглядит, как будто шел такой КГБшник, и вдруг нашел ключи от машины, которые, значит, заправляют страной. О, окей, хорошо, я возьму их. То есть это не случайность. Это закономерность, к сожалению, которую рано или поздно, конечно, надо сломать. Может ли это сломать Навальный? Я не знаю. Потому что очень многие люди, которые неплохо его знают, считают, что это, в общем, тоже человек с таким авторитарным умышлением. Я не знаю. Особенно, когда он сейчас сидит в тюрьме, мы ничего не можем сказать об этом. Ну, это просто будет грех, честно говоря. Вот выйдет, вот тогда поговорим. Но я несколько лет назад задал своему очень близкому другу, который путинист, убежденный, один простой вопрос. Представь, что Путин и Навальный встретились в одной студии на равных, без клаки, без ничего. И просто начали друг с другом разговаривать. Как ты думаешь, сколько Путин продержится? На мой взгляд, ну, минуты три. Ну, просто минуты три. Вот давай на равных их. Вот равные возможности. Ну, извини, он когибист. Они там хорошо людей тренируют, раскрывают людей. Там, он использует какие-то свои... Ну, хорошо. Я вас понимаю, господин. Ну, хорошо. Ты меня убедил. Пять минут он продержится. Ну, пять минут он продержится. Ну, это же, слушай, ну, эти трюки КГБшные, ну, они же уже известны. Все уже понятно. Уже в глаза смотри мне, сволочь. И все такое прочее. Ну, слушай. Ну, мы знаем эти трюки уже. Я был недавно в музее полиции. Там на стене огромное панно. Там описано просто подетально, что значит язык жестов при допросе или при беседе. Ну, слушай, ну, это знаем мы все. Ну, как бы, кому надо, все знают. Поэтому этот парень, да, Алексей Навальный, я... У меня единственный очень серьезный вопрос. Вот он дал интервью New York Times. Это, ребята, сори, это как? Это как? Если он говорит, что там мышь не проскользнет, что там... Мне кажется, было написано, вопросы передали. Он передал ответы через своих адвокатов. По крайней мере, это уже сказал Дима Сорокин вчера. Ну, да, я слышал это, да. Ну, можно я в этом буду не очень разделять этого оптимизма, мягко говоря? Ну, как-то слушайте. Ну, мы же знаем, как они могут жесткачить, когда им это надо, что мышь. О чем ты говоришь? Я говорю о том, что я не понял, как это интервью вообще попало на волю. Я не понял. Нет, ну, там игра... Ну, понимаешь... Хорошо, ну, может быть, я не знаю, на самом деле, прости. Это же не полный ГУЛАГ, это такой ГУЛАГ-ЛАЙТ? ЛАЙТ. Нифига себе, ГУЛАГ-ЛАЙТ, ты с этого начал, что ему спать не дают. Нифига себе, ГУЛАГ-ЛАЙТ, а потом Солженицын писал в ГУЛАГ. Да, но ему не берут у него шапку и бросают ее, чтобы он за ней побежал, чтобы его застрелить при попытке к побегу. Ну, короче говоря, если это так, если ему дали техническую возможность написать это все от руки, и, скорее всего, он писал все-таки, наверное, на русском, и вот то, что на сайте Навального там более полная версия, ну, извини меня, для того, чтобы даже просто написать здесь несколько часов не хватит. Это большая работа. Подожди, ты хочешь сказать, что Навальный находится в привилегированном состоянии? Я не знаю. Я надеюсь, что он находится в привилегированном состоянии. Учитывая, что он сидит за ней за что, я надеюсь, что он в привилегированном состоянии. Я хотел бы, чтобы у него был компьютер там, черт, подери. Поэтому если ему считают, что, по крайней мере, ему можно отвечать на вопросы от Нью-Йорк Тайм, слава богу, ура. Я просто подумал еще о том, что это такой строй, как это смотрится. Он говорит о том, что он теперь такой стал христианской жизнью. Потому что там все время провокации в тюрьме. И чтобы не поддаваться на провокации, нужно быть таким, как бы, чуть ли не святым. Ну, об этом Ходоковский еще говорил тоже. Да, это правда. Да, и он рассказывает об этом, как о периоде чуть ли не детокс, когда люди уходят и приходят в себя. Как в монастырь ушел. Ну, такой русский вариант монастыря. Но, как бы, из него делают, мне кажется, это его представляет Нелсоном Манделлой. Это вот такой лидер, который сидит и, как бы, страдает за всех. А, Юра, дорогой, а напомни мне, пожалуйста, а Нельсон Манделла вообще делал интервью из тюрьмы с кем-нибудь? Может быть, кстати, и делал. По крайней мере, огромное количество музыкантов во всем мире за него заступалось, как мы помним. От Пола Саймона до Бориса Гребенщикова в свое время еще. Но я не уверен. Гавил, когда сидел в тюрьме, он давал интервью американским средствам массовой информации? Солженицын, когда сидел... Ну, ладно, не будем трогать Солженицын. Ходорковский давал. А Ходорковский давал. И даже вел колонку регулярно, сидя в тюрьме. По-моему, в нововизительной. Это говорит о российском страхе прессы, уважении? Это говорит о бардаке, скорее всего. Скорее всего, это говорит о бардаке. Скорее всего, я склонен, ну, как бы прислушаться к точке зрения некоторых людей, которые говорят, что не то, что он, конечно, никакой не проект Кремля. Но какая-то поддержка у него, очевидно, есть у Навального. Какая-то поддержка есть. И, судя по всему, эта поддержка не сработала, когда он вернулся в Россию. И, судя по всему, он рассчитывал, что все-таки его не закроют. Его таки закрыли. И то, что Меркель приезжала и поднимала этот вопрос, и очень многие надеялись, что это к чему-то приведет, не привело. Но у меня, и вот тут появляется вдруг интервью нигде-нибудь. В главной газете мира, будем так откровенно говорить, да? По крайней мере, на самой-самой престижной, самой влиятельной, самой известной, самой тиражной газете мира. Вдруг. Как это? Вот как это? Ну, слушай, я имею право задавать вопросы? Имею. А от этого я стал относиться к Навальному хуже? Нет. Я преклоняюсь перед этим чуваком. Я знаю, у меня несколько очень близких... Подожди, я не понимаю, как бы, ну, хорошо. Но я говорю, опять же, ты говоришь, что он в привилегированном статусе в стране. В принципе. Возможно, я сказал, да. Возможно. Да, возможно. Ну и что? Ну, как бы, ну, это, это, вот, учитывая, что есть цели, которые он, как бы, преследует, я не понимаю, как вот это ему вредит или мешает, потому что... Ну, ну, Юра, я просто не договорил. Послушай, вот у меня есть несколько близких людей очень, которые очень хорошо его лично знают. Я этим людям доверяю больше, чем самому себе. Они говорят исключительно в, как бы, вот, в позитивном плане об Алексея Навального. Там, мягко говоря. То есть, ну, в общем, они говорят, что нет, это чувак то, что нужно. Это чувак, который нужен. Правильный чувак. Что там будет дальше, бог его знает. Поддерживают его. Не исключено. Есть ли там борьба башен? Не исключено. Это возможно, в принципе, что вот такой бардак на уровне вот этого верхнего эшелона политического? Не исключено. Мы знаем эту страну. Не исключено. Поэтому это вызывает вопросы. Суть самого интервью вопросов вообще не вызывает никаких. Это программное интервью. Абсолютно. Дай бог, все сложится нормально, и это интервью будет в школах изучать когда-нибудь. На мой взгляд. На мой взгляд. Если все сложится нормально. Пока что у меня нет оптимистических оснований думать, что все сложится нормально. Честно говоря, как все развивается сейчас, я, честно говоря, не очень хорошо настроен. Увы. Увы, 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 увы. Да, я вот подумал, может быть, как бы, если всю мидию в России полностью прикроют. Вот уже дождь признали иностранным агентом. Они пока еще колотятся. Пока еще колотятся. Да, эхо Москвы танцует на лезвии ножа. Может быть, просто у них во всех вокруг их студии просто поставят решетки. Сказать, что они уже в тюрьме. Ну, это было. Ну, и тогда можно продолжать работать как до этого. Да, интересно, что просто и там, и там, и в «Новой газете» очень хорошие люди. Они просто хорошие люди. Вот по-человечески. Тогда почему они в России? Ну, они любят эту страну. Ну, они любят эту страну. Они не хотят уезжать из этой страны. Кто-то не может, кто-то не хочет. Ну, это почти что в 1937 году, только границы еще открыты. Когда ты знаешь, что над тобой висит, и особенно если ты занимаешься журналистикой, и более того, я как-то вижу разговоры с разными гостями, что марка российского журналиста на самом деле как бы хуже, потому что там столько цензуры, столько присмотра за журналистами, что люди и сами от цензуры, и сами следят за тем, что они пишут, чтобы как-то не навредить ни себе, ни другим, что в результате журналистика, написанная там, может быть, ну, менее доверяемой, чем журналистика, как она публикает. Ну, я тебе скажу, это вообще огромный разговор, потому что я считаю, что журналистика в принципе радикально изменилась в последние несколько десятилетий. В принципе, что американская, что российская, какая угодно. Поэтому изменились стандарты, изменились подходы, изменились какие-то главные аспекты, которые были немыслимы еще 20 лет назад, так положим. Поэтому об этом не надо говорить. Журналистики как таковой в том понимании, как мы ее видели, скажем, с опытом 20-30-летней давности, ее в принципе нет сейчас. И особенно это видно по российской журналистике. Но им ничего другого не остается. Они продолжают оставаться очень хорошими людьми по-человечески. Это очень важно. Понимаешь? Но в целом, конечно... Это прекрасно. Да. Но в целом ситуация не вызывает, мягко говоря, мне оптимизма. Ну, дай бог, если как бы я это сам посмотрю. Ну что ж, насчет оптимизма. Поговорим про одного из величайших барабанщиков рок-н-ролла. Но ты выдал оптимизм, блин. Слушай, ну это было ужасно, как сказала моя жена. Говорит, как это? Как это? Как это? Мы же всегда думали, что роллинги – это навсегда. Я уверен, что если Цой жив до сих пор, так Чарли Ваттс будет точно без проблем. Тут же его заснимали со всех сторон. Он, конечно, удивительный был мужик совершенно. Я не в состоянии оценить его качество как барабанщика, но я доверяю тем, кому я доверяю, как Полу Маккартни, Элтону Джону, в конце концов Мику и Китту и все. И это была драм-машина за их спинами. Конечно, он был очень интересный человек. Очень интересный человек. Ты знаешь, что он был одним из самых хорошо одетых людей в мире, по признанию ведущих этих самых знатоков. То есть он был эталон того, как должен вести, одеваться и действовать джентльменты. Знаешь, например, о том, что до того, как он начал играть в Rolling Stones, вот это вот самый их ритм и блюз, он был джазовым барабанщиком. То есть он пришел уже с огромным бэкграундом. И он удержался в этой группе. Через что они проходили? Как они все живы до сих пор? Я не понимаю абсолютно от того количества вколотого, внюханного, выпитого и все такое прочее. Я не понимаю. И Чарли Уоттс был вот с ними все это время. И он прошел через онкологию. И он выскочил из онкологии. Это фантастика. Просто что за драйв у этих ребят. Просто. И они вот двинулись. Сейчас они двигают в турне по штатам. И вот буквально на кону и начале турне они объявили, что Чарли с нами не поедет. Мы его заменяем. Не помню. Кто-то барабанщик. Очень хороший, кстати. Вот. И вот здесь такое. Ну, то есть это, конечно, эпоха. Но мы должны быть готовы, к сожалению, что эта эпоха будет все чаще и быстрее от нас уходить. Потому что... Ну, просто по биологическим показателям. Ну, просто слушай. Когда Ринго Стару, извини меня, 80 лет. И он прыгает, как мальчишка. Понимаешь? Когда Полу 78 лет. И он прыгает, как мальчишка. Когда мы посмотрим на Мика Джеггера. Не будем смотреть на Мика Джеггера. Будем смотреть на него издали. И он держится, как мальчишка абсолютно. Просто это невероятный какой-то трок-н-дройный драйв. Чарли Уоттс. Один из титанов. Один из великих людей, которые перевернули вообще сознание жителей этой планеты в свое время. А сейчас это все пошло вниз. Но когда-нибудь вернется, конечно, рано или поздно. И это останется. Да, Чарли. Что значит пошло вниз? Ну, музыка не имеет такого значения, какое она имела тогда. Такого влияния на молодежь, в первую очередь, какое она имела тогда. И тогда это было системообразующим явлением. То есть все играли на гитаре. Все пели песни. Вся энергия была выплеснута в музыку. Ну, у подавляющего большинства людей. Понимаешь, все абсолютно. Сейчас этого близко нет. Ну, пошел откат. То есть этот пик продолжался в 60-е, немножко в 70-е. Потом в 80-е пошел вниз. И вниз, и вниз, и вниз, и вниз, и вниз, и вниз. И сейчас это просто интертеймент развлечение. То есть это не стиль жизни, это не дух. Это что-то совершенно другое. И это нормально. Ты знаешь... Это нормально. Ну, есть и качели, и вот так вот качаются. Музыка, это не... Хороший пошел в следующий видео. Музыка, мне кажется, это не дух. Это больше воздух. Потому что я вот со своими студентами в университете, когда я их спрашиваю, там, первый их спич, надо рассказать что-то о себе. Все говорят, что я обожаю музыку. Музыка со мной всегда. Я слушаю музыку, она мне помогает, когда мне тяжело, когда нужно делать домашнюю работу. Я всегда слушаю музыку и так далее. Особенно со всеми этими AirPod'ами, которые так удобно висят в ушах. Эти сопли в ушах, которые так... Это самая прекрасная технология. Музыка никуда не ушла. Мне кажется, возможно, можно сказать, что меньше людей играют, потому что больше... Значение. Юра, значение. Тогда это было социальное значение. Абсолютно духовное социальное значение. Сейчас это просто способ хорошего провождения времени. Все. Понимаешь? Потому что вот когда вышел, например, альбом «Сижан Пеппер», и потом рассказывали, что когда катались по Лорел Каньян, ну, ты знаешь, да, это район Лос-Анджелеса, где жила вся богема. Из каждого окна играл «Сижан Пеппер», из каждого окна, просто из каждой вот этой виллы, где жили музыканты, художники, киношники, все. Буквально из каждого окна... Это говорит о таком, как бы, к сожалению, диктаторском подходе... Нет, это говорит о том, что это был очень важный месседж, который доносился, и люди его воспринимали. Но это так же, как говорит, что у нас был Уолтер Кронкайт в Америке, такой ведущий новостей CBS. Много лет люди знали, что Уолтеру можно доверять. И потом вот что-то произошло. И вот в этом смысле это просто говорит, что мало-мало каналов доставки информации. И поэтому то, что там вот были такие замечательные битлы, с которыми я не спорю абсолютно, но они как бы, они еще были корпоративным инструментом, поэтому они все вышли, все заглушили, и «Сержант Пеппер», к счастью... Ну, Юра, ну, конечно же нет. Стал большим событием. Ну, конечно же нет. Ну, конечно же нет. В Штатах влияние «Бич Бойс» каких-нибудь там, или каких-нибудь «Дорс», или каких-нибудь даже «Криденс Клерот Ревайвл» было не меньшим, чем влияние битлов. «Бердс» там, я не знаю. Не меньшим, чем влияние битлов. Просто битлы оказались в тот момент, на том самом пике, когда они выстрелили туда и попали стопроцентно в мишень. Все. Понимаешь? Это ничего не значит. Нет. Ну, понимаешь, бывают такие альбомы, которые вот... Ну, а как же ее? Замечательная певица британская, которая пела нам все эти самые замечательные песни под пианино, которые... Не помню, одно имя ее зовут. В общем, есть... Когда вот этот альбом захватывает, и каждая песня становится хитом, и каждая песня... Такие альбомы есть. Такие альбомы бывают. Но они не несут такого значения, как это было раньше. Я же просто для примера привел гитлопа. Но мне интересно, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что тогда, в 60-х, появление каждого диска, каждой песни было событием. Реально было событием. Если ты возьмешь, скажем, альбом «Бич Бой» с «Пэт Саундс», я не знаю, насколько ты... Или если ты возьмешь первый альбом «The Doors», вот там, где они выстрелили, это было просто... Это было невероятное событие, где каждая нота, она проворачивалась через внутренности. Я называю только самый... Мамос и папос, я не знаю, там... Я говорю только об американцах сейчас. Я вспоминаю человека, который говорит, о, я пил Кока-Колу с настоящим сахаром. Не вот этот кукурудный сироп, а вот с настоящим сахаром. О, этого вы никогда уже не почувствуете. Правда. Но, к сожалению, такого драйва, как, скажем, на Вудстоке, Сантана, перечислено... Перечислять можно бесконечно совершенно такого драйва. По крайней мере, в ближайшее время мы точно не почувствуем, потому что это драйв, который проходил через внутренности. Если ты ходишь на рок-концерты каких-нибудь ветеранов, ты видишь, кто там в основном присутствует, да? Ну, то есть эти или эти ребята, они ровесники Чарли Уотса все. Ну, да, это ту же ностальгия такие. Да, конечно. И я перестал на них ходить, на эти концерты. Знаешь, почему? Потому что мне грустно смотреть на этих людей. Ну, я-то помню их молодыми просто. Ты знаешь, я все время... Ну, так ты должен ходить и вспоминать свою молодость? Ну, я послушаю и вспомню свою молодость. Да я и так ее помню, скажу я тебе. Я-то, знаешь, произошла история... Потрясающе совершенно, когда воссоединились лет с Зеппелем, лет 15 назад, когда было, и дали концерт вот на лондонской арене, и это был гениальный концерт. Они играли как боги, они пели как боги. На барабанах сидел сын Джона Бонома. И мы с моим сыном, который тогда начал как раз слушать вообще всякую правильную такую музыку, мы начали это дело слушать, и мы кайфовали просто. А потом я с дурой ему сказал, слушай, а хотите покажу вот их концерт 1972 года в Мэдисон Сквергарден? И я достал вот этот вот диск, и я поставил его, и мы посмотрели его пять минут, и мы говорили, папа, этого не надо было делать. Потому что вот здесь была магия просто. Здесь была такая харизма, которая пробивает через 40 лет, через 50 уже, конечно. А вот то, что был реюнион их, это просто суперпрофессионализм. Все, никакого духа по сравнению с тем, как, может быть, они и лажали немножко. И звук-то будет. Ну, понимаешь, в этом смысле я с тобой не поспорю, абсолютно я согласен, я знаю, о чем ты говоришь, потому что, опять же, я видел, интересно, когда выступает какая-нибудь пожилая звезда джаза, и вокруг молодые музыканты. Это даже не джаз, этот самый Джеймс Браун тоже об этом еще говорил, что они хотят людей, которые эту музыку не играют уже последние 50 лет, а кто-то для кого это относительно новая мелодия, хоть каким-то боком. Это чувствуется, вот этот дух. Так что, когда вот эта рок-звезда, Роллинг Стоун сыграет все это самое, там, Under My Thumb, и, я не знаю, все любимые прекрасные песни детства, то это, они же их много раз играли. Тяжело. Знаешь, есть много, дофига исполнений в интернете, Dire Straits, Mark Knopfler, то самое, ну, всех его песен, особенно Sultan Swing. Которые как раз об этом, кстати. Которые как раз и об этом, да. И интересно, но они слегка разные, слегка, но с другой стороны, после середины 80-х, когда они сыграли, наверное, первый тысячу раз эту песню, как-то это уже не то. Как-то это уже зафиксировано, они играют те новые. Я не знаю, Юра, я несколько раз был на концерте Пола Маккартни, и каждый раз, когда он играет Мишель или Естедвий, у меня просто все останавливается. Я ничего не могу с собой поделать, потому что это настоящий Пол Маккартни, который играет Естедвий или Мишель. Понимаешь, я ничего не могу. Я знаю, что он играл это миллион сто тысяч раз, естественно. Ну, блин, ну это же наш повод, понимаешь? Я не знаю, мне трудно сказать. Чтобы завершить уже эту часть, мы можем говорить бесконечно на эту тему. Когда, я не знаю, ты не был на концерте Роллинга в 98-м году в Москве, да, ты уже уехал тогда. Я как раз, это был последний мой урок, концерт, предпоследний, на родине. И когда мы поперлись вот на этот стадион в Лужнике, и мы стояли несколько часов, чтобы стоять рядом со сценой, и когда, наконец, уже погас свет, и началась затряслась эта сцена, и выходит Кит Ричард и делает... Сатисфакшн, да? Все. Ребята, это все, абсолютно. Здесь все прокручивается, как, знаешь, как в последние секунды жизни. Вся эта пленка на ускоренной перемотке сразу прокручивается, и ты начинаешь это кишками просто чувствовать. Это потрясающе просто. Вот таким и мои слава будут про Чарль и Уотса. Класс. Спасибо, Жень. Тебе спасибо, дорогой, тебе спасибо. Что-то мы переговорили, по-моему, ну, не важно. Нет, мы не переговорили, а мы хотим еще поговорить про Ванкувер. Давай поговорим про Ванкувер. А, ну, Жень, ты вообще у тебя... Молодец, ты выбрался из города. Такой у нас был всплеск сейчас непонятно уже. Кажется, опять люди путешествуют меньше. Хотя почему-то у меня много знакомых оказались в Исландии. Я не знаю, вдруг самая популярная страна мира, я не знаю, или Фейсбука. Но у меня вместо котят стали вот эта там лютеранская церковь прекрасная, вулканы. Хотя я частично в этом виню Аркадия Мазина, но не его одного. А ты выбрался на другое побережье твоей прекрасной-прекрасной страны Канады. Как там дела у вас в Ванкувере на западе, на дальнем диком западе? Я тебе должен сказать, Юр, спасибо тебе, конечно. В Исландию у меня тоже несколько людей съездили, были в восторге, но в ужасе от поднебесных цен совершенно, на все абсолютно. Туда очень дешевые билеты. То есть исландская вот эта авиакомпания заманивает людей дешевыми билетами. И люди на это покупаются. А там все начинают. Ну, не важно, ладно, не об Исландии дело. Я вообще не понимаю американцев, которые едут в Исландию, которые могут поехать на Аляску. Послушай-ка. Они могут поехать на Аляску, они могут поехать в наш Ньюфаундленд какой-нибудь там. Я уверен, что они едут туда, наверное, потому что там скидка на билеты, и они все туда рванулись. Это очень хорошо. Так вот это случилось как раз с нами. Канада объявила грандиозные скидки на авиабилеты внутри страны. Для того, чтобы подхлестнуть туристический бизнес. И поскольку в основном канадцы сейчас никуда не могут или не хотят ездить, по большому счету, да, это сопряжено с проблемами. Надо везде или вакцинироваться, или в любом случае показывать тесты, в любом случае проходить где-то какой-то карантин, но это головная боль. А страна такая, что есть, что посмотреть, и без всяких Европы пока что, да. И рванули все. И вот мы оказались в их числе. Я не думал, что рванут все, но рванули таки все. У нас три основных туристических места в Канаде. Это Британская Колумбия, это заповедник Банф и Джаспер в Альберте, и это, естественно, остров Принца Эдварда, вот туда вот, на Новоскоша, вот туда вот на север, на Атлантическое побережье. И вот туда все рванули. Короче говоря, мы решили выбрать Ванкувер, потому что обычно Ванкувер, полететь для нас в обычное время в Ванкувер, ну, примерно столько же, сколько полететь в Лондон какой-нибудь. И по времени почти столько же, кстати говоря. То есть, если стоит выбор полететь в Европу, в Лондон, в Париж или в Ванкувер, ну, как правило, люди выбирают Лондон, Париж, а не Ванкувер. Ну, как правило, да. То есть, получается, есть канадцы, которые больше, наверное, есть много, которые были в Европе, но не были на другом побережье собственной страны. Я тебе больше что скажу. Я здесь арендовал не так давно машину в моей родной Миссисаге, ну, родной, где я живу сейчас, да. А Миссисаге – это город в полчаса езды от Торонто. Это город с Кутлим фактически. Вот. И от нас до Ниагары полтора часа езды. То есть, съездить на Ниагару, попить кофе – это нормально абсолютно. Вот. И я брал Ван, потому что я должен был встречать людей, друзей своих. И этот парень, который мне выдавал этот Ван, говорит, зачем тебе такой большой Ван? Я говорю, да, ко мне друзья приезжают, хочу на Ниагару сводить. А чувак, который мне выдавал машину, ему лет 30. Он говорит, а я никогда не был на Ниагаре. Я говорю, ты где родился? Я здесь родился всю жизнь. По 30. Он не был на Ниагаре. Я тебе больше того скажу. Я в Баффало заблудился. Я искал выезд на канадскую границу. Что-то забыл. И заехал на автозаправку и спросил, как мне проехать к водопаду. Она говорит, ну, кажется так. Я говорю, что кажется? Она говорит, я не была там никогда. Пять минут езды от Ниагарского водопада на Баффало. Тетка сидит на автозаправке. Она никогда не была там. Так что в этом ничего удивительного как раз-то нет. В общем, полетели мы. Отчего туда там ездит? Там давка. Ну да. Ну да. Ну не Агара. Ну да. Ну так что? У меня кран есть дома. Размечательно открывается. То есть это невероятно, конечно. Ну, в общем, другими словами. Ну, конечно, не все какие. Это исключение. Поэтому, когда мы туда прилетели, и мы столкнулись с тем, что, во-первых, мы прилетели в другую страну, потому что, в общем, мы не увидели людей в масках. Мы летели глубокой ночью, в отеле люди, которые встречали, на них не было масок. В Антарио это must. Это mandatory. Абсолютно. Если ты не на улице, ты в маске. То есть это обязаловка просто. И это еще и дисциплина. Люди привыкли к этому. Понимаешь? А там просто масок не носят люди. О-о-о, подумали мы. Пошли гулять по улице. На улице абсолютно просто раскордак. То есть партии на партии. Мало того, что тусуются сотнями. Музыка везде играет. Круглую ночь. Ну, в Даунтаре, естественно. А вот. И все обнимаются, все целуются, все прыгают, все танцуют. Ни на ком маске вообще нет. При том, что статистика в Британской Колумбии примерно такая же, как в Антарио. Но в Антарио население в четыре раза больше. То есть там явно просто как бы это самое. Они вакцинируются, они вакцинируются очень быстро. Там есть антиваксеры и все. Но тем не менее, вот такая вот ситуация. То есть мы как будто попали в абсолютно разнузданно либеральную тусовку такую, где абсолютно все возможно. У них радужные флаги на каждом углу. Они всячески. Это кухня сумасшедшая. Поскольку там океан, то китайская, японская, корейская кухня это фантастика просто какого качества. Близко здесь в Торонто этого ничего нет. Так что я тебе очень рекомендую хотя бы из-за кухни туда смотать, между прочим. Ну и красоты, конечно, просто невероятные красоты. Хотя я подумал, что если мы выйдем часа три где-то от Торонто на север, ну, похожие красоты, наверное, здесь найдем. Ну, уже поехали в Британскую Колумбию, там все-таки океан. Там все-таки пальмы растут, какие-никакие. А это они на одной широте разве вы находитесь с Ванкувером? Или это... Ты знаешь, по-моему, по-моему, широта-то одна и та же, но там климат гораздо мягче и теплее. Потому что здесь мы, это то, что называется остроконтинентальный климат, как это называется, sharp continental. Ну, то есть мы в середине. От нас немножко оттягивает морозы озеро, Антарио, да, на берегу которого. Но, в принципе, у нас очень холодно зимой, может быть, и очень много снега. Снега в Ванкувере не бывает практически никогда, там бывают дожди сплошные. И там, в принципе, гораздо теплее. И вот летом там можно дышать. Мы прилетели в Торонто, температура та же самая, дышать невозможно от влажности. Там все нормально пробивается как-то. Принципиальная разница, конечно. И красивейший город, конечно. Просто красивейший город. Все в Торонто. И в Ванкувер. Все в Ванкувер. Правильно, все в Ванкувер. А почему там так с масками и так по-другому? А не знаю, по-другому люди относятся, наверное. Я не знаю. Там, в принципе, ты знаешь, вот по менталитету я пообщался с местными, с моими заочными и очными друзьями. И я почувствовал... Ты знаешь, это как разница между New York and California state of mind, что называется. Между Нью-Йорком и Калифорнией. Ты же чувствуешь разницу между штатом Нью-Йорк и штатом Калифорния. Вот это то же самое. Я не знаю, чем западнее, тем как-то более, я не знаю, открыто, свободнее. Я не знаю. Нет, я просто думаю, с одной стороны, когда мы говорим о более либеральных местах, то они более согласны, как мы теперь видим, следовать правилам здравоохранения, то есть носить маску и вообще быть более безопасными. Это как-то совпадает с более высоким уровнем образования, что ли? Ну, при том, что Британская Колумбия, это совсем по выборам, это совсем не либеральный штат. Но я не знаю, это внутреннее ощущение людей. Надо посмотреть, какой там уровень вакцинации. Уровень вакцинации, примерно, такой же, как в Антарию. Где-то 70-75% полностью уже вакцинированных, и где-то 82%. Ох, ребята, вы молодцы. У нас только 50%. Я знаю, я знаю. И это меня очень-очень печалит, честно говоря, потому что вы-то, мы же очень сильно припозднились. У нас эта вся история началась только где-то в марте, а вы уже вовсю тогда кололись. И почему это у вас так тормознулись, я понять не могу. Я понять просто не могу. Поэтому, когда у вас сейчас такие спайки, какие-то такие пики заражаемости, мне трудно это понять, честно говоря. При том, что такое количество было вложено вообще. Понимаешь, вот то, что у нас здесь сейчас происходит, будут написаны тома психиатрами. Наверное, наверное, да. Наверное. Потому что это психоз какой-то, когда если люди не лечатся, то это... Я не знаю. Я не знаю. Я уже сказал, что я перестал включаться в любые дискуссии. За или против прививок. В любые дискуссии. Все взрослые, все умеют тыкать интернет, все умеют читать. Все, ребята. Это дарвинизм в чистом виде, на мой взгляд. Может быть, они то же самое думают обо мне, кстати говоря. Я просто думаю, размышляю. Надо будет посмотреть в Ванкувере. Они на 75% должны бы... Может, они думают, что они застрахованы. И какой-то там другой менталитет. А может быть, государство. И от них не требуют, чтобы провинция, чтобы они были все в масках. Интересно. Не требует. То есть, это рекомендуют. То есть, то, что у нас в общественном транспорте маст, это правило. Автобус или... Но тут есть еще такие моменты. Потому что это все идет волнами. И, возможно, ты как бы нашел их в тот момент, когда у них все было прекрасно. Может быть. Может быть. По крайней мере, там только начинался этот пик. Может быть. Потому что сейчас у них ввели какие-то ограничения. И сейчас речь идет о том, что у нас будут вводить зеленые паспорта. И получение этого зеленого паспорта, отсутствие вакцинации по религиозным или медицинским причинам не является оправданием. Вот так вот это официально у нас было сказано. То есть, религиозный отказ от вакцинации не является поводом для получения зеленого паспорта. Ты его не получишь просто. А если ты его не получишь, то ты автоматически себя отсекаешь от 80% возможных помещений каких-то общественных. И когда это у вас вводится? Ну, говорят, что это уже вот-вот. Потому что все уже воют, уже требуют все. Просто требуют уже все. Это будет федеральный зеленый паспорт. Да. То есть, Квебек уже ввел обязательно QR-код. А можно ли подделать эту информацию легко? Или это надо потом... Тебе цифру назвать, которую у нас озвучили, штрафа за подделанную информацию? Прошу. Сидишь, 750 тысяч долларов. Так. Ага, это официальная цифра. За неточные сведения о вакцинировании штраф до 750 тысяч долларов. Я не поверил своим глазам, я проверил в трех разных источниках. Ну, это когда очень хотят отбить желание у людей. Ну, я тебе скажу, рано или поздно здесь, конечно, это все придет к тому, что не вакцинироваться будет себе дороже. Потому что сейчас же говорят о том, что и тесты будут уже платные. А когда платный тест по 50 долларов раз в три дня, ну, извини меня, ты начинаешь репто чесать. Правда же? Да. Понимаешь? И кроме того, ты никуда не попадешь просто без этого кода. Тебя в самолет не посадят. Не исключено, что тебя и в автобус перестанутся. А вдруг канадцы возьмут и взбунтуются? Да, я хотел бы на них посмотреть. I'd like them to try, что называется. I'd like to see them try. Но, может быть, и взбунт. Но, кстати, я тебе скажу, Юр, вот ввели обязательную вакцинацию среди учителей и полицейских, взбунтовались и те, и те. И федеральное правительство пошло назад. Да, это нарушение прав человека, безусловно. То есть полицейские сказали на, учителя сказали на. Из принципа. Потому что это нарушение прав человека. Ну, окей, ребята, это ваш выбор. Но вы просто не сможете пройти никуда, вы не сможете никуда поехать. Нет, понимаешь, это разные... Я понимаю учителей полицейских, потому что я проголосовал у нас на местном уровне с республиканцами, с консерваторами, которые говорили, не надо это делать, я говорю, это против прав человека. Вот это я не мог эту идею поддержать. Хотя я привился, все, надеюсь, будут прививаться, но я просто не считаю, что государство должно требовать этих людей, заставлять людей. Но с другой стороны, у нас уже масса других... Ну, как бы государство не должно это делать. Есть другие способы. И все. Ну, вот и все. Вот я вот эти вот способы сейчас и привожу как раз. Больше того, я недавно зашел в один русский магазин, надо было книжку там посмотреть. Я просто обалдел. Юр, там я пытаюсь открыть дверь, дверь не открывается. И рядом с ними стоит такой аппаратик. И на этом аппаратике говорит русским языком голос. Дверь откроется после того, как вы измерите свою температуру, и она будет нормальной. То есть, это зараза автоматически, когда я стою рядом с ней, она измеряет мою температуру. Проходит несколько секунд, и дверь открывается. Как тебе такое, а? Я такого не видел нигде вообще в мире никогда. Это фантастика. Это русское изобретение, между прочим. Вау, подумал я. Светлое будущее. А потом он начал говорить, добро пожаловать домой. Ну, это вторая часть марганзирования. Но ты же такое не видел нигде никогда, правда же? Нет, но стоят аппараты, которые измеряют температуру. Вот надо на них посмотреть, и они там тебя... Да, сколько угодно. В аэропорту, естественно. Но чтобы ты не смог зайти в помещение, пока у тебя не отмерят температуру. У тебя не спрашивают QR-код, и не спрашивают свидетельство о вакцинации. У тебя просто тупо измеряют температуру. Но вопрос только, наверное, в том, если это бизнес требует или государство требует. Ну, это явно была инициатива этого бизнеса. Явно. Потому что у нас... Я такого нигде не видел вообще. Вот русское изобретение. Я обалдел. И как поизмерять температуру, это идет информация, идет в Кремль, и там это, значит, теперь знают, сколько у вас... Да, товарищ Рашкин, ради бога, товарищ майор, кому нужны информации обо мне? Давным-давно я ее уже получил еще до моего рождения. Не, я вас, амальд. Если у тебя в руках смартфон, и он включен, то у большого брата нет. У тебя нет секрета от него. Вообще, в любом случае. Ты о чем здесь говоришь? Я тебе поднял настроение? Кому нужно все знать о нас давным-давно, еще до того, как мы появились на свет. Ну, серьезно. Понимаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, давать им больше возможностей для этого и дать им больше власти тоже как-то не хочется. Хотя понимаешь, что у них и так уже много информации. Я понимаю, что секреты – это не то, что вообще эффективно работает. Ну и что? Ну, хорошо, они получат эту информацию. И что? Ну и что? Дальше. Чтобы что? Чтобы сказать, что теперь ты можешь, я не знаю, русскую пропаганду сливать, или поменять тебе всю твою кредитную историю, забрать деньги из твоего банка. Подожди, подожди, подожди. Это три разные вещи. Ну, да, я размышляю на ходу. Я был в виду к этой дискуссии. По поводу размещения русской информации, мне был один очень смешной звонок. Мне предложили сделать интервью с то ли с Russia Today, то ли с Россией Сегодня, то ли с какого-то таким. Вот я отказался. Потому что буквально за несколько дней до этого одна моя очень близкая, знакомая, очень хорошая, с хорошими мозгами, имела неосторожность согласиться на это интервью. Из этого интервью, которое делали 10 минут, у нее остали одну ровно фразу. Они вырезали именно то, что им нужно. То, о чем Артем нам рассказывал, помнишь? А пошли вы и так далее. Вот это все, что оставили из большой его реплики, с ней сделали то же самое. Поэтому я сказал, все, пожалуйста, мне больше не звоните. И заблокировал этот номер телефона. Это что касается дороссийской информации. Что касается до банковской, ну да, здесь, к сожалению, никто не застрахован. Здесь просто доверие к банковской системе. И я не знаю, есть ли у вас такая система, когда тебе звонят спамеры на телефон. В Америке вы можете это дело, во-первых, заблочить, заблокировать и тут же отрапортовать. У вас есть такая система? Потому что у нас, когда мне спам идет на телефон, я, во-первых, делаю блок, и, во-вторых, я тут же делаю репорт, чтобы сообщить. Своим провайдером, что это телефон, с которого идет спам. Поэтому я не знаю, как у вас это работает или нет, честно говоря. Нет, но я сейчас не готов к большой дискуссии по поводу защиты информации. Хотя это важный, важный тем. Можно всегда пригласить специалистов, которые нам об этом расскажут. Ну да, конечно. Поэтому вот эти чипы и вот это, ну, чтобы что. Ну и вообще, если бы я боялся, чтобы обо мне кто-то узнает, у меня, наверное, не было бы канала, команд. Так что это я не тот человек, который будет защищать эту идею. Но поэтому я говорю, что я как бы, да, за принципом. Я далек от этой паранойи абсолютно. Мы ничего не можем с этим поделать. Нет, это нельзя. Вот. А возвращаясь к Ванкуверу и завершая эту конденцию, и все. Мы съездили в одно очень интересное место, которое называется городок Хоуп. Возможно, ты видел меня на Фейсбуке. Я там сделал несколько видео. Это тот город, где снимали первого Рэмбо. Там снимали полностью весь этот фильм. То есть мы прошли по этим улицам. Мы смотрели на эту автозаправку, которую взорвали. Мы смотрели на эти магазинчики, на эти улицы, где шарахался, значит, Сильвестер Сталлоне в роли Рэмбо. Потом мы поехали в то самом щели, где он скрывался. А дело в том, что мы пересмотрели матчасть буквально за месяц до поездки. То есть у нас свежая. Это еще и у меня, и у жены. Вот. Мы нашли эту скалу, с которой он прыгнул. Мы нашли эту сосну, на которую он прыгнул. Если ты помнишь фильм «Ферст Блад», естественно. Я, нет, не помню. Но, к счастью, вот есть всегда интернет. Ну вот. И там, и то место, с которого он сбил камнем вертолетчика. И где он на отмели стоял и кричал, чтобы первые пустили кровь. Вот все эти места мы своими глазами посмотрели. Это кайф. Красивые места. Да, это шикарное место. Это в полутора часах езды от Ванкувера. Местечко под названием Хоуп. Мне очень понравилось. Фух, отдыхать хорошо и есть. Да, но я думаю, что так отдыхать, как Крамбу, это не для всех. Я надеюсь, что тебе... Да, уж он отдохнул, это правда. Да, я не думаю, тебе нужно было так активно отдыхать. Ну что ж, Жень, спасибо тебе большое за то, что ты нам рассказал о Ванкувере. И теперь, я думаю, это просто тебе надо, чтобы тебя поддерживало агентство туризма. Потому что ты реклазируешь и в западное побережье, и Ниагару, который у нас здесь просто совсем рядом, если вы живете в Торонто. Да, кстати, да. Да, для всех наших в Торонто мы часто и Ниагару. Прости, я тебя просто перебью ровно секунду. Вы во вчерашнем разговоре на троих, вы говорили про какое-то лекарство ветеринарное, которое то ли используется, то ли не используется. У вас была дискуссия, не об этом речь. Я первый раз об этом слышал. Я не слышал здесь об этом ничего вообще. Единственное, что я слышал, но дело в том, что я не смотрю соцсети. Вот в чем дело. Я пользуюсь официальным источником. Единственное, что я подчеркнул из официального источника, что в Израиле вроде бы уже апробируют лекарство от коронавируса, не вакцину, лекарство. Единственное, понимаешь, с одной стороны, ты отключился от соцсетей. С другой стороны, даже не то, что отключился, а то, что это видит те, кому это интересно. Поэтому мне это неинтересно, я это не вижу. Раз, два, это всплыло, потому что было масса отравлений. И этих отравлений стали говорить, что это здесь происходит. И это получил более широкую огласку. Я ничего не слышал здесь вообще. Но довольно духоподъемно звучит заявление Института Гамалея, которому, в общем, есть доверие, потому что это серьезный институт. Как бы не относиться ко всему антуражу. Но это серьезный институт, там все-таки работают серьезные специалисты. Они говорят, что, скажем так, опробирование лекарства от коронавируса с 23-го они сдвинули на 22-й год. То есть идет ускоренными темпами разработка лекарств. Есть основания к оптимизму, честно говоря. Ну, тут вообще такой вопрос интересный. Действительно, надо пригласить обратно Анечу Баранову, чтобы забраться. Потому что, с одной стороны, наши лекарства бегут вперед, с другой стороны, мы заставляем вирус мутировать быстрее и активнее. Поэтому есть масса, да. Хочется простые ответы. Я хочу простые ответы. Ребята, пошли слушать «Робинс Толлс». Ну, в самом деле. Вот, там простые ответы. И гениальные при этом. Абсолютно. Прекрасный ответ. Жене Бычкову, большое спасибо тебе, как всегда. Спасибо, Юрий Рашкин. Друзья, вы смотрите «Рашкин репорт». У микрофона был Юрий Рашкин. До новых встреч. Спасибо всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok